Дата, которая связывает. 25 лет назад начались боевые действия на Северном Кавказе. Среди тысяч солдат и офицеров, которые выполняли свой воинский долг, были работники Тверского вагоностроительного завода. В День памяти на заводе почтили память тех, кто принимал участие в этих событиях. 11 декабря к памятнику Герою России, вагоностроителю Владимиру Елизарову, пришли заводчане студенты колледжа имени Кайкова, борцы СОБРа, родные и близкие тех, кто служил на Северном Кавказе. Для того, чтобы отдать дань погибшим, по предварительным данным, унесло около 14 тысяч жизней военнослужащих. Это не считая смертей гражданского населения. Больше 30 тысяч стало инвалидами. 1452 человека до сих пор считаются пропавшими в безвести. Мы с вами будем помнить их, пока мы с вами живы. Во время Первой Чеченской служил вагоностроитель Владимир Мышкин. По смерту он был награжден орденом мужества. На памятный митинг пришла его мама. Я старалась его отговорить. Просила его, чтобы он не ездил. Но он мне сказал, мама, ну как ты не понимаешь? Ведь если мы их там не остановим, они будут здесь, на нашей земле. А я должен держаться за вашу юбку? Я замолчала. Жить, конечно, надо продолжать, но сердце до сих пор кровоточит. Ребята, будьте достойны наших детей. Берегите родину, берегите родителей. На Тверском вагоностроительном заводе действует общественная организация ветерана боевых действий. Она объединяет порядка 200 человек. Из них 150 – участники боевых действий на Северном Кавказе. Из числа участников боевых действий на Северном Кавказе у нас около 20 человек награждены боевыми наградами. Трое награждены боевыми орденами. Ветеранам общественной организации Тверского вагоностроительного завода есть что рассказать молодому поколению о мужестве, отваге и поддержке тех, кто находится рядом и в мирное время. Они знают лучше, чем кто-либо другой цену жизни и готовы делиться своим опытом и мудростью. Продолжение следует...